Михаил Дегтярев принял участие в торжествах по случаю 89-й годовщины со дня основания Комсомольска на Амуре. «Город юности с уверенностью смотрит в будущее. При поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина нас с вами ждут новые успехи и новые свершения. Вместе мы сделаем Комсомольск на Амуре еще лучше и еще краше», подчеркнул, обращаясь к комсомольчанам глава региона. В качестве подарка ко дню города краевые власти выделили дополнительно 40 миллионов рублей на работы по благоустройству одной из общественных территорий, на которой будет размещена Стелла – город трудовой доблести. Предварительно в качестве такой площадки администрации города юности предложен сквер трудовой славы, который находится в центре города. Надо соблюсти два условия, чтобы люди все-таки сами выбрали место и проголосовали за него. А сам проект Стеллы тоже надо вынести на обсуждение. Может быть, провести конкурс среди молодых архитекторов? Мы так делали уже в Хабаровске по нескольким общественным местам. Думаю, комсомольчане откликнутся. Очень много талантливых людей здесь живет, отметил Михаил Дегтярев. Голосование он предложил провести на электронном портале «Голос-27», где за последний год состоялось общественное обсуждение более 60 проектов. Во время посещения сквера трудовой славы к врию губернатора обратилась председатель инициативной группы Татьяна Громова. «Мы четвертый год боремся против застройки сквера общепитом. Этот сквер уникален тем, что дома вокруг него были построены для работников швейной фабрики. Мы все годы как могли благоустраивали этот сквер. Здесь проводились даже соревнования, а сейчас боимся, что будет какое-то кафе или алкомаркет», – поделилась опасениями активистка. Михаил Дегтярев заверил, что власти прислушаются к мнению людей, создав максимально комфортные условия для отдыха и достойно увековечив исторический факт присвоения комсомольску на Амуре почетного звания. В рамках праздничных мероприятий глава региона вручил паспорта 17 юным комсомольчанам, которым исполнилось 14 лет. Также он наградил представителей трудовых династий и вручил им памятные знаки за супружеское долголетие пяти парам из города юности, проживающим вместе более 50 лет.